Дай почитать. Так много динамики и так много стабильности, столько разнообразных способов выражения и столько противоречий, что русские феминитивы волнуют все неравнодушное читательское сообщество. Феминитивы – это слова с показателем женскости. В русском языке обычно со специальным суффиксом. Напомню, это часть слова после корня. В широком смысле это любые обозначения женщин. А как лучше, героиня или геройка, поэтесса или поэтка, а лифтерша или лифтерка? Вот этой лексике со сложной судьбой и посвящена книга «Как называются женщины? Феминитивы. Истории. Устройство. Конкуренция», написанная лингвистом из РГГУ Ириной Фуфаевой. А действительно, какого пола математики Венцель и Петерсон? Астрономы Герсименко и Штайн? Думаете, это бессмысленный вопрос? Нет, потому что простым угадыванием не обойтись, как в анекдоте. Мальчик? Нет, а кто? Но виноват ли язык? Понятно. Надо писать Людмила Петерсон, Елена Венцель. Виноваты реальные стереотипы, долгие десятилетия, сохраняющиеся в нашем сознании. А как же правильно? Членка или членша? Слово «член» само по себе не является названием деятеля, как автор, жнец, писатель и тому подобное. Исходная эта метафора на базе значения – часть тела. Если у нас нет цели подставляться под каламбуры, во многих случаях вполне можно использовать готовые феминитивы от синонимов – участница, сотрудница, активистка. Книга Ирины Фуфаевой – увлекательный и беспристрастный историко-лингвистический экскурс, написанный доступным и популярным языком. Здесь есть все – языки жизни, заблуждения и понимание, что женщина – никто в русском языке, потому что она была – никто. Но помогут ли феминитивы решить проблему видимости женщин и вообще есть ли все-таки такая проблема? Никого не удивляет, если участники и студенты внезапно оказываются особями женского пола. А если в группе есть мужчины и женщины, студенты и студентки – участники и участницы, россияне и россиянки – длинновато, хотя и справедливо. К сожалению, а может быть и к счастью, языки жизни связаны совсем не так однозначно, схематично и просто, как это кому-то хотелось бы. Все в русском языке, как и в нашей жизни, находится в динамике. Феминитивы – в большей степени языковая особенность, в том числе и в книге Ирины Фуфаевой «Как называются женщины 12+.». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!